Их уже многому научила жизнь, но они не останавливаются в деле покорения новых вершин и приобретения новых знаний. Возраст лишь в паспорте, в душе вечная молодость. Галину Ермолаеву сложно назвать пенсионеркой. В свои элегантные годы Галина Ивановна следит за модными тенденциями и проживает жизнь весьма активно. Она даст фору своим ровесникам, которые не знают, как встретить пенсию во всеоружии и прожить золотые года в радость. Сидят дома, смотрят в окошко, всем так скучно. Нужно приходить в институт, и здесь мы так рады, лето так долго тянулось. И вот мы наконец все вместе, и вот смотрим, у нас столько новых кружков, 50 оказывается. Я еще пошла на французский язык, с прошлого года я рада продолжу. И появился у нас итальянский язык, это тоже интересно. Спорт, рукоделие, изучение языков, обучение компьютерной грамотности, скандинавская ходьба, здравительная гимнастика, йога. В институте третьего возраста столько дисциплин, что заведение с легкостью превзойдет любой престижный университет. Что важно, за 8 лет работы института с каждым новым учебным сезоном увеличивается не только количество слушателей, а сегодня их около 400, но и расширяется и без того большой круг образовательных направлений. К примеру, в 2017-м распахнули свои двери несколько новых групп и направлений. В институт придет новая группа. Это будут слушатели с инвалидностью по слуху. Мы планируем открыть группу обучения работе на компьютере, работе в социальных сетях, людей вот этой категории. В этом году мы открываем новые группы. В общем, 51 группа у нас планируется, открытие 51 группы. Из них новые — это обучение игре на гитаре. В этом году у нас открываются курсы итальянского языка, русский язык и белорусский язык, а также новые направления физической активности — группа стрейчинг. Потенциал института третьего возраста еще даже до конца не раскрыт, потому что, к примеру, в Ленинском районе всего более 24 тысяч пенсионеров, из них 18 тысяч тех, которые ушли на пенсию по возрасту, поэтому потенциально все вот эти 24 тысячи, ну, огромная часть населения Ленинского района — это потенциальные слушатели института третьего возраста. О популярности института, о его востребованности говорит тот факт, что многие из посетителей института продолжают заниматься здесь уже восьмой год. Достичь высот в любом деле помогают преподаватели. В институте третьего возраста учителя — бывшие студенты. Такая форма работы позволяет не только поддерживать благоприятный микроклимат в коллективе, но и значительно отличает место от других учебных заведений. Я сюда пришла поучиться сама, компьютерному делу. Ну и меня как-то узнал, что по специальности я такой. Я модельер-конструктор, поэтому меня и пригласили. И я решила уже, думаю, ладно. Ну и вот так втянулась. Каждый решает сам, какой будет его жизнь после знакомства с его величеством полувековым юбилеем. И если одни предпочтут посиделки на лавочке возле дома или традиционный быт на даче, то другие, например, герои нашего сюжета, откроют для себя что-то новое, к примеру, интернет. Состоявшаяся торжественная линейка — показатель того, что новый учебный год будет наполнен энтузиазмом и креативом. Все творческие идеи сбудутся, а вершины покорятся. К слову, возможность стать слушателем института есть абсолютно у каждого активного и любознательного пенсионера Бреста.